Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про аромат от марки Giorgio Armani, называется аромат Sensi. Вот так вот выглядит коробочка данного аромата. У меня флакончик в объеме 50 миллилитров. Вот это видео многие попросили меня снять, поэтому вот это видео я делаю по запросу. Надеюсь, что вам понравится. В общем, данный аромат я купила недавно и долго думала распечатывать, не распечатывать, носить его сейчас или повременить. В общем, я лично решила для себя повременить, но так как многие меня попросили, я не могу отказать вам в этом видео, поэтому приходится мне сейчас снимать воздушную заглушку данного флакончика. Данный аромат я приобрела недавно в аптеке в совершенно другом городе. Такие аптеки называют в Италии фармачия антика, то есть терротипные аптеки. В таких аптеках вы можете находить разные сокровища, то есть имеется в виду ароматы, которые давным-давно сняли с производства. Я случайно увидела вот этот флакончик в аптеке. Перед тем, как увидеть аромат Сенси, я на себя нанесла очень много ароматов, делала тест. Был, конечно же, тест данного аромата, но я на себя не наносила, потому что уже не было смысла, все равно бы я ничего не поняла, не услышала. Но так как вот этот флакончик в аптеке стоял со скидкой 50 миллилитров, я должна была заплатить 29 евро. Это очень дешево, тем более, что вот этот аромат вообще нигде найти, негде найти. И я не стала долго думать, как говорится, купила вслепую. Ну так давайте я буду меньше болтать и будем приближаться к делу. То есть достаю я из этой слюды флакончик. Он не хочет выходить, что ли. Да, очень плотно сидит. Вот эта слюда, ее просто нереально ссовывать. Да, вот такое редко случается, но видите, есть, случается. Сейчас я буду аккуратно. Вот распечатала я. Вот как здесь все сделано. Бежевый цвет. Такой кофейный, можно сказать. Вот этот ароматик. Вот эти какое здесь дно. Долгожданный аромат. Ну. Специи, думаю, что здесь будут. Мамма миа. Там еще соточка была вот такого аромата. Имею в виду в этой аптеке. Может быть и к лучшему, что я сейчас его подтещу. Может быть я поеду еще себе 100 миллилитров куплю, если мне он сильно понравится. А если нет, то хорошо, что я подтестила его сейчас и не буду покупать лишний флакон. Здесь матовое стекло. По бокам матовое стекло. Сделан таким полумесяцем. Смотрим внимательно. Здесь написано Сенси. А с другой стороны написано Джорджо Армани. Если вы вот так поставите аромат Сенси Джорджо Армани. Очень интересно продумано. Интересно. Ну что ж, давайте тогда будем наносить. Один, два, три. Легкий такой пшик специи. Ну, чувствуется, что аромат не здешний уже сразу. Ай-я. Сегодня я помыла волосы. Буду наносить сзади на мои волосы. Давайте на руку нанесу. Ну какой-то он странный. Миндаля я здесь вообще не слышу. Зелень какая-то появляется. Свежесть какая-то появляется. Да. Да. Так. Вы на меня реально смотрите сейчас. Вы сейчас реально видите мою реакцию. Ну так. В общем, неплохо. Ну, чтоб я прям сразу вздохнула. Ах, нет. Ах, нула, нет. Ну почему же его так многие любят? За что? Ну, конечно, шлейф здесь будет. Это однозначно. Шлейф. Если честно, я ноты сейчас разделить не могу. Я ощущаю нежную такую зеленую свежесть, которая меня сейчас окутала. Окутала, да. Ну, может быть, это, знаете что? Ну, это какой-то цветок, во-первых. Я нот не знаю. Я только помню, что здесь, по-моему, есть ниндаль. И помню, что здесь, по-моему, есть нотки пшеницы. Я лично знаю, как пахнет пшеница. Я знаю, как пахнет зеленая пшеница. Я знаю, как пахнет спелая пшеница. Я очень хорошо знакома с этим растением с самого детства. Поэтому я про пшеницу вам могу рассказать все. Хорошо. Это поле. Это зеленое поле зеленой пшеницы. Это не та пшеница желтая, спелая, которую должны собирать в месяце август. Это пшеница молодая. Это молодая пшеница, которая только прорывается из-под почек земли. Только выходит вот это вот, знаете, вот это зеленое растение выходит. И цветок. Цветок, по-моему, горошек. По-моему, точно цветок горошек. Я очень сильно люблю, когда в ароматах ощущаю цветок горошка. Я сейчас ощущаю цветок горошка. Не знаю, или у меня какие-то ассоциации странные. Есть какая-то пыльность. Сейчас пыльца какая-то проявляется. Ну, в общем, он вас раздражать не будет. Вот этот аромат не агрессивный. Агрессии нет. Очень приятный. Я бы сказала, что все-таки, все-таки он мне может понравиться. Стойкость средняя. Он не имеет очень сильной стойкости. Он не будет напрягать. Его можно будет использовать... Данный аромат можно будет использовать ежедневно на любые мероприятия. И наоборот. Вот сейчас что-то такое появляется в воздухе. Меня начинает к себе манить его. Вот это что-то такое странное. Миндаля я здесь не чувствую. Если кто-то думает, что в этом аромате вы найдете миндаль, сладость, он не является сладким. Он из зеленых направлений. Зелено-цветочные. Такой свежий воздух утренний. Весной появляются первые подснежники из-под сугробов. И вы гуляете по какому-то полю, по парку, ну вообще по лесу, скорее всего. И вы ощущаете вот эту свежесть в воздухе. Вы ощущаете, что сейчас приближается весна. Что весна уже пришла. Тает снег. Появляются первые подснежники. То есть в некоторых местах появились подснежники. В некоторых местах еще есть нераставший снег. И вы ощущаете вот эту свежесть. Вот этот воздух такой чистый, чистый, приятный и зеленый. Вот как-то вот так. Нафантазировала я сейчас. Но у меня такие ассоциации. Понятное дело, что этот аромат давний. Потому что сейчас таких ароматов уже не делают. Это ощущается. Кто часто ходит в магазины делать тесты. То есть для себя развивает нос. Своё обоняние. Обогащает ароматную библиотеку. Тот поймет, о чем я говорю. Молока тоже здесь не ощущаю. Ничего молочного здесь нет. Ничего миндального я здесь не ощущаю. Пока. Но чтобы сказать, что это лично мой аромат. И что я прям буду по нему скучать, когда у меня закончится вот этот флакончик. Нет. Я думаю, что нет. Но хотя очень красивый. Хотя очень красивый. Он себя проявит. Надо его поносить. Надо его разносить. Надо ещё раз переснять видео про этот аромат. Надо ещё раз переснять видео. Да. Потому что сейчас я вам не могу полностью нарисовать картину про аромат сенси. Это первые впечатления. И я думаю, что очень важно говорить про первые ощущения. Важно снимать потом видео, когда вы поносили аромат. Я на себе лично переубедилась, когда я читаю комментарии на фрагрантике. Начинают писать. Вот, снят с производства. Такая красота. Зачем сняли? Зачем же так надо было поступать? Вот, а где теперь найти? И начинается, начинается. Потом я начинаю читать. Думаю, ох, надо найти этот аромат. Срочно надо разыскать этот аромат. Но часто получается так, что ароматы, которые давным-давно сняты с производства, продаются без тестера. Нет тестера. Покупать надо вслепую. Я очень часто покупаю такие ароматы просто вслепую. Потом открываю дома и разочаровываюсь. Начинаю разочаровываться. Есть ароматы, которые меня не разочаровали. Но есть очень много ароматов, которые меня разочаровали. И я поняла для себя, что не надо страдать под чужим комментариям. Вы страдаете, когда начитаетесь фрагрантику и думаете, вот надо его купить. Это же такая красота, где найти. Кто-то там написал. Нет. Пока вы не попробуете сами аромат, не надо страдать за этим ароматом. Потому что если вы попробуете аромат, потестите аромат, и этот аромат вам очень сильно понравился, и вы не купили, пошли домой, потом вернулись в магазин, больше в магазине этого аромата не стало, продали. Вы начинаете страдать, потому что вы этот аромат попробовали, этот аромат вам понравился, он вам подошел, он красиво раскрылся на вашей коже. Вы это поняли, переспав с этим ароматом целую ночь. Вот за этим ароматом вы можете страдать, но не надо страдать за ароматом, которого вы никогда не пробовали. Я лично страдала за ароматами, которые я никогда не пробовала. Сейчас я поняла, что этого делать не надо. Сегодня есть очень красивые ароматы, несмотря на то, что сегодня 2016 год. И сегодня выпускаются очень-очень красивые ароматные композиции. Просто надо слушать, надо ходить в магазины, надо знакомиться с ароматами. И тогда вы найдете свое ароматное «Я». В общем, под конец видео я вот что скажу. Хозяйка этого аромата, можно сказать, счастливится. Потому что этот аромат будет создавать вот такую вот ауру самодостаточной женщины. Женщина со статусом, самоуверенной женщины, богатой женщины. Даже если она не богатая, но очень красивые впечатления будут складываться от этой женщины, которая будет одевать на себя вот этот аромат. В общем, сейчас я вот что скажу. Стоит ли мне присмотреться к большому объему 100 мл? Да, 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 да. Ах, заманчивый. Искушительный. Привлекательный. И достойный быть на вашем туалетном столике. Это мое личное мнение. Давайте я на этом видео закончу. И, может быть, когда-то еще раз пересниму про этот аромат. И расскажу вам, пересниму видео и расскажу вам мои впечатления. На этом я с вами попрощаюсь. Пока-пока. До скорой встречи, дорогие мои зрители. С вами была Татьяна. Надеюсь, что отзыв про данный аромат вам понравился. Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях. Переспрашивайте. Я всегда рада ответить. И желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. С вами была Татьяна. Еще раз пока. Пока.